Мы живем в Сарасута-Каунте. Здесь наша зона на вся целиком попадает под эвакуацию. Люди выезжают в срочном порядке. Довольно все это как-то происходит. Все это происходит. Дороги забиты. 75-я трасса, сплошная пробка, до Тампы все стоит, люди удирают. То есть кто решил остаться дома, баррикадируется, забивают окна, забивают двери. Ездят полицейские машины с громкоговорителями и предлагают шелтеры, предлагают помощь. То есть в группе, русскоязычные группы, видно, предложения поступают от людей из других штатов, что приезжайте к нам, мы готовы помочь, приютить. Магазины все закрыты. Работают частично заправки. Работает заправка в Костка, продукты, вода, все раскуплено. В Фондипе, в Блаксе, давно раскуплен весь Плэйвуд и весь материал, чем можно заколотить дома. Зазакроемся, будем сидеть дома. Вот мы не планируем никуда эвакуироваться. Будем сидеть дома. Во второй раз, когда ураган нам сообщили, идет второй, после первого, нам хватило, достаточно было первого, поэтому решили эвакуироваться. Все стали собираться в эвакуацию, и соседи, которые не собирались, решили тоже уезжать. Все, что можно было поднять, там, с нижних полок на верхние диваны, на стулья. Опять мы пианино поставили на кастрюльку и носочки. Мы уезжали уже последние, потому что мы долго собирались. Саша просто взял и заклеил строительным клеем все двери внизу. Еще плюс скотчем, плюс мешки. Если будет такая большая вода, как обещают, то навряд ли, конечно, это все эти меры спасут дом. И вместо двух с половиной часов, как обычно мы доезжаем до Вериного дома, дорога у нас заняла больше пяти часов. В какой-то момент мы решили остановиться в растерии, чтобы отдохнуть, собак вывезти, самим сходить, размяться. И мы поняли, что мы не сможем туда. Это было уже где-то, но нам оставалось полтора часа до дома, до Веры. Мы поняли, что нет смысла стоять, потому что мы больше простоим в очереди, для того, чтобы попасть в зону отдыха. Потому что машины стояли по обочине дороги, ну, больше, чем на милю, наверное, по острову. Я не видела, что кто-то нервничал или спешил, или кого-то подгонял. Все ехали тихо, мирно. Когда заехали на зону отдыха, я пошла там что-то купить, поесть. И просто люди разговаривали, рассказывали, мы оттуда-то, мы из Тампы едем, мы из Санкт-Петербурга. Вот Хелена, когда была, у нас так-то затопило. А у нас так-то. Делились историями своими, но я не видела там трагедии какой-то у людей или что-то такое.